Субтитры сделал DimaTorzok Ну, блядь, походу зря Шлем ворона Полностью скрывающее лицо шлем Повергает врагу в настоящий ужас Воровка Девчонка Она следила за ним А я за ней Но зачем она следила за профессором? Она... Да, она... Как болит голова? Мне нужны лекарства святого древа Прошу принести мне лекарства Ладно, по анализу центральный двор Посмотрим, что здесь Мне интересно, на что влияет смерть Сестра Жасмин Для ритуала нужно 6 особых предметов Впрочем, почти все можно использовать несколько раз Только колокольчик всегда нужен новый Поэтому в церкви хранится небольшой запас Тебе нужен ритуальный колокольчик? Вот, держи Колокольчик Померзшего для олицетворения собой солнечный свет Перед началом святой войны его полагается разбить После завершения трех этапов ритуала Осколки собираются в особую урну Их распускают на пороги дома в следующий померзший день Померзший день Чтобы символизировать защиту богини и солнечный свет Это завершает ритуал Так, идет служба Ясно Так, кладбище Так, пустая библиотека Битва за Дикшериос Финал Так, ладно, не буду читать Кто вы? Профессор Ты меня не помнишь? Я приносил вам с сестру книги Ты всегда любила страшилки и историю о загадках и тайнах А Дейзи За поем читала сказки Помнишь историю о древней печати? Там была чудесная строка Ганское дерево Озаренное солнце Прекрасный образ из времени Что преду... Предшествовал Долгой ночи Простите, я слишком давно не был дома Ничего, твое путешествие мне не помешает Видишь, как ты спокойно и тихо А вот Бруно читать не любит В смысле? Капитан попросил тебя отыскать Бруно, так? И ты пришла туда, куда... Куда-то не пришла бы ни за... ни за что Чтобы понять... Кого-то Нужно знать, что он читает Чтение и... Единение слова и души Она способна многое вам повидать Не понимая, о чем вы Ничего страшного Просто... Старецкая болтовня Надеюсь, вы сможете найти то, что на самом деле ищите Поророчится о божественном происшествии Заручившись поддержкой великого божества Мы сможем развеять тьму Наследие скрыто внутри святого древа И ждет своего часа Песнь, кровь и костей Пробудет свет иное дерево И явится великое божество В сиянии своем Кровь, дерево и... Позолото Немалая история повествует О полноулучной влаге После битвы за Дикширом Безумная госпожа, соединившаяся со святой район И горькие слезы покатились из глаз ее И окрасило алым солнцем И зашло за горизонт Дочь, которая растила 450 лет Покинула ее во имя любви И начала госпожа войну И отняла жизнь дочери своей собственными руками Голландский эпос Мать Голланда посеяла семена света И любовь богини Мерсании Когда в далеких святых землях Зазвучит ритуальный колокол Голланд обретет белое величие вновь Битва за Дикбешир Пролог Самоназвание Силия Дикбешире под запретом После многовековой гражданской войны Силия, богатейшее государство континента Голланд Провозгласила независимость И тогда госпожа отвратила От Силии свой милостовый лик То было начало упадка Этой никогда великой державы Принц Силий и дочь госпожи Голланда Основали новое государство Поручившее название Новый Голлан Битва за Дикбешир Уничтожила добрую половину цивилизации Населивших континент Но после эры хаоса Наконец наступила новая эра Новая пора, новая эра Сожженная страница дневника Гаражей не жалуют библиотеку А местные церкви сотрудничают С частными дельцами Не велели вернуться в столицу Но прежде следует разобраться с этими документами Так, кольцо из нефрита Так, кольцо из нефрита Верные товарищи будут рядом Не всегда А вот удачу и везение Можно взять с собой Словно книгу Тот, кто носит это кольцо Получает больше золота За уничтожение монстров Нихера она стоит Шанс получить деньги 50% Пла-та-та Так, теперь мы идем с вами на кладбище А, это магичек Стейн В последнее время на кладбище Слышны странные звуки Стейнус неспокойно Жертвенный меч Оружие добытых цивилизаций Что-то у меня плохое предчувствие Оно Оно Редактор субботы То-то Добавляю Добавляю Оно Кто знал, кто знал. Какое-то опасное место на самом деле. Ладно. Просто чем это место опасно? Враги атакуют меня после смерти. Откуда я мог знать, что тот взрывается? И тот наносит урон. Враги атакуют меня. А, типа она падает и вырастает шипы, я понял. А, вот и сейв был, оказывается. А давайте руку тень используем. Неплохо. Покровавленный гвоздь мне дали. Железный гвоздь с покрытой кровью. Неизвестное существо, можно продать. Неплохо. Неплохо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Прокачал, понимаете, оружие и зря Ну хотя бы я деньги могу фармить теперь, благодаря кольцу Неплохо Нужно было так... Я не знаю, что прокачивать в таком случае Ну типа видно, что рука на... Она полезная Я могу увозить, собирать их, потом продавать Ладно, давайте еще раз Потом я сохранюсь Я не апнулся, я хочу апнуться Так, хорошо Короче, я понял, пока что он лучше топор использовать Заряд я вообще не хочу Заряженная атака снова Сильная атака Добавляет 0-1 к времени с оживлением Ну, ладно Ну ладно Ну ладно ну допустим с помощью этого в какой-то степени можно попытаться попасть наверх подошли а есть навык меч меч второй удар в воздухе блин шарли почему зона ей я могу дохера у короче понятно наверх мне еще пока что нельзя попасть ну что давайте тогда пойду топор заточу если на то уже пошло веселый пир ну С-с-с... Ну... можно все значит основной пока что у нас будет вот это оружие даже при смене оружия нас тратится стамином а это просто дополнительное у меня это ну идем тогда к реке нужно нужно было хилки подокуплять кто знает какой босс будет никто изабелла говоря давно давно когда-то на бесконечно сияло солнце повсюду росли яркие цветы не такие как сейчас вот бы их увидеть алые цветы алые цветы бы такого не может кстати почему ты одна где твоя семья я собираю цветом хочу сшить себе прекрасное платье и красить его цветами очень мило ты тоже любишь цветы ходят слухи что рядом с пещерой в горах можно найти такие цветы которые больше нигде не встречишь но взрослые говорят идти туда слишком опасно хотя бруно и профессора вот не побоялись войти раньше я приносила им цветы и они всегда меня за это хвалили наверное они тоже любят цветы как и я поэтому и и пошли в пещеру а заметить деревья с черепами морозный камень и кристалл от которого видит аномальным холодом деревня все очень переживать за исчезновение бруно а теперь еще и грэма нет уже несколько дней надеюсь это парочка просто решила сбежать бруно и грэм дружили с десан но я не договыдывался что они были настолько близки побег влюбленной парочки из дома вещь опасные деревни гигбешире так империю распалась и танжерил тяжело это переживает сало лишь загнуться а грэмми а тут же выставила меня если хочешь добраться до подопада в долине иди прямо а потом поднимись под древним лесам окей о нифига себе вельмонт я думал в сердце бруно есть место только для богини но она совсем не похожа на мать оказалось что из-за меня любовь и и тоже интересует я понял это увидев как она разговаривает с грэмом на посту стража только не говорит таншерин что я тебе это об этом рассказываем она меня убьет в богиня какой же я болтун так как я это у нас торпинка объединяет все мархис думаешь страж варен получше ученого мужа может раньше так и было но время славно страж ушли вместе солнцем говорю тебе между бру и профессором что дай что-то было я видел как они ук краткой ходили в пещеру но никто мне не верит похоже всем плевать на то что я знаю вот держи я это никому еще не показывал эту записку обронила бруно сам я считать и не умею но мне она жутко интересно что там про чушь вслух наверняка это любовное письмо сложенная записка алый намного эффектные бледно красного который использовал ранее при постоянном применении имплантанты приживаются лучше а риск отторжения снижен зачеркнуто несколько слов поддерживаться в нормальном состоянии но наблюдение симптомы привыкания выражающие виде мигрений так дом грунт крис грим где грим крис грустит без грэма грэм принести лекарства нет грэма грэма на посту грэм не несет лекарства а в чем ты не хочешь поискать грэма нет крис иди дома крис никуда не ходит крис стержет кровь 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 в смысле крис кашлят его тошнит понятно так плюс голдам так дом бруны доспехи ворна это темные доспехи плотно прилагают к телу нет крым мне кажется здесь смогу достать где двойной прыжок так путанная записка тебе искала джейзи мама так счастлива что ты больше не водишь с этим братьями и ретиками лучше дружить с людьми умными как профессор и дэйзи хорошо я вижу что туда можно запрыгнуть так шестиугольная свеча так камон мерцание свет внутри истинные верующие ждут ждут пробуждение богини ждут когда ее мерзание снова зарит мир богиня за что караешь меня моя бруно она ведь так тебе верит даже во время поста бруно никогда не покидая дома так надолго ох моя бруно сомневаюсь что ты здесь чтобы найти сразу же все обыскали я ничего не трогала в доме на случай если бруно вернется задать вопрос о профессоре я слышал о бруно и профессор профессор очень набожный человек он часто говорит что бруно его лучшая помощница самая способна во всем городе с недавних пор бруно проводилась профессора меньше времени наверное потому что померзший день скоро слушание богини главное для нас когда бруне было всего два года она и уже знала наизусть цвет богини и никто нарочно не учил ее гимном она сама их запомнила когда мы брали ее в церковь богини за что-то кара и говорят бруда и грамм были довольно близки глупости моя бруно с мужчинами даже не разговаривала она посвятила богини и тело и душу как я ее послала мне богини это дар церкви с тех пор как мы и удили удочерили нашей жизни принадлежит богини это язычники давно преследует бруно ащу возится с этим странным деревом и брат его большой больной точно язычники и уверена но блин я просто не вижу смысла от записок потому что они бесполезны и чисто я очень понимаю это dark soul сюжетом понимаете окровавленная кости весьма к так примитивная ручная так часть тела дикой летучая мышь и можно продать ну хорошо что у меня монаде здесь фпс падать на ватопаде так сокращение пути я вешу так так и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну ладно, хотя бы золотишко зарабатываю благодаря крысам этим ДимаTorzok 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 Но я понял, что это был босс. Это плохо. Давайте на этот раз мы пойдем в эту сторону. Так, аминь мерцания получен. Так, метательный ножик. Профессор, как красиво. Может, это самое дерево озарено солнцем? Ты еще помнишь? Паломничество Голлеса. Ох, прости, конечно, не помнишь. В то время это было слишком маленькое. Полигримы проходили мимо гонского дерева озаренного солнца и увидели на нем печать, что сияло подобное звезде. Судя по тому, что мне удалось выяснить, в каждом экземпляре паломничество Гелиуса печать записывается по-разному. Древние хроники вообще полны загадок. Вот бы мне увидеть все это своими глазами. Кажется, тебе нечего ответить. Моя очередность знамениями не уступает твоей одержимость силой. Ага, то есть... Так, я правильно шеду? А-а-а, все-таки, да, хп-шка у меня отнимается. Шелска отнимается. Зато не пришлось тратить хилку. Блин, надо было все-таки пос... Так, короче, вниз я понял. Мол, лучше сейчас не прыгать. Лучше найти сейф. Да, я такой бы, чтобы сейчас хп найти. Угу, лифты. Так, бутылочка этикетки. Бледно-красный. Так, я понимаю, что там есть лифт. Ни хера сделали исцеление мне дали. А-а-а, так здесь был рычаг подъемника. Ни хера себе. Ни фигово я вам скажу. О, найс. Блин, я не знаю, здоровое очень место. Я могу просто сейчас вернуться обратно, откуда я пришел. И спрыгнуть. Дверь заперта. Ну, я что, уже сломал? А, давайте, короче, вернусь на самый верх. Ну, не знаю, типа я выживу, по сути, с падения. Так, высокие ботинки персевали. Высокие ботинки с гибкими голенищем и металлическими пряжами по бокам. Пальцы ног дополнительно защищают вшитые стальные пластины. Плюс здоровую шанс получить предмет 10%. Ну, слушайте. Я понимаю, что мне нужно сейчас вниз. Нельзя открыть с этой стороны. Ну, идемте тогда, куда мы можем пойти. Кажется, с цветка. Ну, знаете, скорее всего, игра не такая огромная. Ну, типа, на самом деле, я хер знает, сколько здесь. Так, я давитый стрел, но собак увидел, но не ждал, что так резко на меня нападут. Так, сломанная капельница. Словная капельница, содержащая останки неизвестной жидкости красного цвета. Можно продать. Так, навыки. Ну, типа, у меня так всего достаточно. Давай топор прокачивать. Не знаю. Сокричать время задержки. Сокричать время восстановления обычной атаки. Наносит удар с вращением. Вокруг еще один раз приземления. Отбрасывает врагов. После ураганной атаки автоматически срабатывает добивание. Активия продолжить ураганной атаки, которая наносит урон врагам вокруг. То фиг его на самом деле. Вы можете метать предметы. Давайте урон физические понижения. Часть полученных урона будет рожать, если наносить ответный удар в течение трех секунд. Пусть мне лучше меньше урона будут наносить враги. Да, тут бы я сейчас упал и сдох на самом деле. Я не знаю, кто это. Так, дневник Бруно. 4 марта, когда Крис начал терять контроль над собой, он чем-то напомнил мне Грэма. Думаю, это заметил и не только я. Но маме он и так не по душе. Так что мне не с кем об этом поговорить. Так, сломатая капельница. Опа, ключ от пещеры. Так, ключ от особой двери. Для использования нужен рычаг, пойдем, ну-ка. Блин, такой звук ломания мне пугает аж. Так, небрежная записка 3. Бледно-красный. Одна ложка легкая тошнота безопасна. Бледно-красный. Две ложки. Тошнота безопасна. Бледно-красный 3. А, бледно-красный. Три ложки. Сильная рвота с кровью. Отек конечности. Безопасно. Бледно-красный. Четыре ложки. Отмирание кожи. Кровотечение из естественных отверстий. Смерть небезопасна. Так, еще один рычаг подъемника. Дневник Бруда. Час два. Шестой марта, выпив лекарство, я поняла, что Крис тут совершенно ни при чем. А знаю, подслушивать нехорошо, но поверьте, не могу, мне нужно успокоиться. Если тут не будет сейва, я умру и все, заново придется бежать. Темный путь. Неприятно. Что все мои коллеги дураки. Никто не поможет мне в работе. Я наделал столько ошибок, а не у кого спросить совета. Смелесть бледно-красный и алла оставшийся действовать более эффективно. Надо изменить отношение долей. Если удастся сделать больше алого, вероятно, удастся обратить реакцию. Проклятие. Нужно все исправить. Мне нужно еще подопытный. И время. Как ты могла выйти? Возможно, сейчас лучше отпустить? Неважно. Я найду другое место и других людей, скорее всего, перевод на неверен. Так, я вижу здоровые когти. Так, это я сейчас сохранюсь. Так, неплохо. Все-таки это от моих ботинков такие звуки. Не, я хочу все-таки убить босса, а потом, ребят, закончить. Да, это то место. Так, я хочу все-таки убить. Так, я хочу все-таки убить. Так, я хочу все-таки убить. вау шута о прыжок о чем я и говорил что я и ожидал монати мне хилок потратил свою хилки не попинают стоит потому они дешевый 150 потратить на хилку когда я заработаю хиро знаю сколько окей призрак я я свободно прошу возьми это и отправимся на кладбище иначе кровь прольется снова надеюсь моя глупость не приведет к новой беде кто сотворил с тобой это скажи грэм мой милый грэм надеюсь ты не натурил глупости на храни тебя господь так ключ от кладбища подожди так это и есть а девчуля так я нашла вонючий шлем то капитана карл упомяло прошли пропажи бруны то есть это и есть бруна наверно стоит поискать улики возле водопада так навыки понималушка понемножку я поднял себе уровень здравствуй дозорная вот мы снова встретились опять вы на каждое испытание имеет свое значение особо для тебя одолись стража врат пройди через врата оверн и разберись с этим кошмаром возможно именно тебе усложди наконец-то преуспеть да скажите что вы доспехи которые купил херовьем доспехи и перс вивали очень красивые легкие но слишком надежные доспехи такие носили только лучшие воины броня получила свое название в честь героя персивалем легенды гласят что во сне ему явилась ведьма и и попыталась его соблазнить чтобы проснуться героя ранил себя в ногу но вот что странно доспех явно предназначал для женщины но в принципе здоровье дает шанс получить предмет 20 процентов я наверно его продам кинжалы для балла в пещере нет никаких цветов только кровь хочу сплести веночек для криса эх с караба вернулся грэм не волнуйся милая грэм наверняка скоро вернется изабель ты хорошая почти как дейси когда закончу веночек для криса сплету тебе цветочный как колечко ну что давайте тогда на этом мы с вами закончим поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока